Сегодня проходят слушания в общественной палате, посвященные вопросам образования для высокотехнологичных производств. И, в принципе, одно из направлений – это нанотехнологии. Но, как я понимаю проблему, это любые высокотехнологичные производства требуют высококвалифицированных инженерных кадров, естественно, научных кадров. И, прежде всего, хотелось бы ваш современный срез. Как вы считаете, современное состояние, оно лучше, чем было, хуже, чем было, на краю катастрофы, на пути к светлому будущему? Вот ваша оценка ситуации с образованием, с подготовкой? Нет, ну, я не думаю, что вопрос стоит таким образом, что мы или кто-то еще в России на грани катастрофы. Дело ведь не в том, что можно что-то сделать, находясь на грани катастрофы. Находясь на грани катастрофы, фактически и сделать-то не надо. А мы пока что можем что-то сделать еще. Да, в этом все и дело. Поэтому вопрос стоит, я бы так сказал, если говорить о нанотехнологиях, то нужно прежде всего объяснить и молодому человеку, и молодому сотруднику института или завода, что такое нанотехнология. Принцип. Потому что понимание такое широкое, и оно не всегда адекватное. Большинство людей, я просто из разговоров со взрослыми, образованными людьми, им кажется, что все дело в размере. Вот именно если какая-то частица маленькая, это уже нанотехнология. Но я биолог, и для меня тогда в таком случае нанотехнология находится вообще ниже тех форм, в которых существует биология и жизнь. Она меньше вируса, а ниже уже мельче ничего, как будто бы и нет. Ведь с моей точки зрения вопрос не в том, какого размера. И от того, что мы начинаем работать с какими-то частицами, которые меньше там нанометра или десяток всего нанометров, то это уже нанотехнология. Тогда бы мы должны называть это просто нано-наукой. Тогда все, что меньше, все относится к особой науке. Может быть, это правильно. Но ведь человечество создало термин другой – нанотехнология. Технология – это значит работа с этими структурами, значит конструирование чего-то из них. Вот мы с Жоресом Ивановичем, когда формулировали задачи, скажем, на уровне биологических объектов, то дело не в том, что это только наноразмер. Любая молекула тогда – это просто нанообъект. Если это не какая-то гигантская структура, которая уже превратилась в клетку, а из клетки в червя и так далее. Это конструирование новых структур. То есть это задача – что-то сделать. Я бы… Я бы… Я вот у меня есть один такой образ уже. Когда природа была известна только в ее макромасштабах, тогда наука разделилась, биологическая наука, во всяком случае, разделилась на там млекопитающие, растения, зоология, ботаника. Потом открыли микроскоп, и появилась микробиология, то есть микроскопические объекты. Потом появилось изучение на уровне молекул, молекулярная биология. И вот появились теперь наноструктуры. Почему-то мы не называем нанобиологией. Но нанобиотехнологии уже появились в таком направлении. Значит, мы назвали это технологией, нанотехнологией. Если назвать просто нанобиологией, нет отличия от молекулярной биологии. А это нанотехнологией. Значит, нужно что-то сделать из этих структур. И вот, скажем, ну на примере, давайте поговорим, это интересно может быть, на примере вакцин. Значит, когда-то Пастер и наши предшественники Пастера, они создали первый препарат, чтобы предупредить болезнь. Ну да. Это была ОСПА. Это была ОСПА. Дженнер сделал. Это была ОСПА. Потом Пастер назвал эту ОСПУ, эту вакцину, вакциной, от слова ВАКО, корова. Значит, вакцина в честь Дженнера. Но сформулировал принцип, нужно ослабить микроб, и тогда он становится вакциной. Хорошо. Уже сейчас такие живые вакцины ослаблены практически нигде не используются. Они слишком рискованы, могут измениться и изменить все качество. Значит, стали из микробов выделять структуры. Назвали антигены. Значит, антигены очищают. Но они слабее, чем целый микроб. И вот задача появилась, современная. Чтобы из этих отдельных структур сконструировать такое, чтобы оно действовало как целый микроб, и даже сильнее, не имело последствий, осложнений и так далее. Ну, не заражало как... Нет, нет, все нормально. Те вакцины, которые уже некоторые существуют, их стали называть нано-вакциной, потому что они по этому принципу сделаны. Ну, например, вакцина, в которой принимал участие я, создание против гриппа, это гриппол, известная вакцина, уже 10 лет ею пользуется наша страна в качестве обязательной вакцины. Она так и построена. То есть из вируса гриппа выделены структуры, к ним присоединена частица, которая усиливает их действие, выброшено все остальное, что является токсичным, ненужным. Мы это называли просто гриппом. Сейчас мы называем это нано-вакцина. Поэтому вот в нанотехнологии, я думаю, точно так же и в электронике, и в какой-нибудь металлургии, некоторые вещи, которые сейчас называют нанотехнологии, они уже были. Поэтому обрыва или чего-то от катастрофы позади нет. Но надо перешагнуть и не просто пропагандировать то, что уже было. Мы такие умные, мы занимаемся нанотехнологией. Оказывается, мы это сделали 10 лет, не пользуясь этим словом. Но принцип-то вот такой. Поэтому образование, если сегодня мы обсуждаем образование, я готов там выступить, не знаю, как получится. Нужно подать людям принципы основные, они дальше сами додумаются. Вот это очень главное. У меня есть любимая такая фраза, я ее услышал в свое время от Тимофея Ворисовского. Мы с ним дружили, очень крупный генетик, вы знаете это имя. Он говорит, самое главное, это отличить главное от неглавного. Это точно. И понять, почему это важно в пятых. Не во-первых, вот чему надо учить. Вот хороший учитель, хороший педагог, будь то технолог, или химик, или биолог. Вот это надо научиться преподавать. Поэтому фактически для внедрения новых технологий, инноваций, нам надо и учителей переучить. Есть такое понятие обучения учителей. Оно существует. Я его слышал лет, наверное, 15-20 тому назад. Ну вот у нас сейчас большое количество участников слушания, это как раз учителя, которые будут приехать на повышение квалификации. Правильно, вот эта структура, teaching of teachers, это важнейшая задача. Если мы ее решим, дальше пойдет само. Вот такой вопрос. Советская школа подготовки ученых, она была чуть ли не лучшая в мире, может быть даже и лучшая в мире. Ученые получались хорошие, но вот из-за там известных событий они не очень востребованы. Они стали себе искать работу за рубежом. Вот сейчас как вы относитесь к утечке мозгов, может быть, или к, может быть, нет ее как проблемы? Что вы про это думаете? Вы знаете, я давно как-то высказывался на эту тему и говорил, но это не значит, что сейчас это верно. Я говорил, что утечка мозгов, и всегда подразумевалось поэтому, они за границей утекают. Так вот те, которые за границей утекают, это утечка из страны, это утечка мозгов из страны, но не из науки. Это еще полбеды. А вот, а главная сейчас проблема, это утечка не из науки в науку, а утечка в производство, в бизнес, причем в мелкий бизнес. Ну что делать? Людям нужно зарабатывать деньги, жить дома прилично, хорошо. Вот это есть утечка мозгов из науки. Вот это. Понятно. Рэм Викторович, спасибо вам большое. Ну ладно. Спасибо. Очень интересно. Спасибо.